Дед Мороз И настоящими Дедами Морозами и Снегурочками для тяжело больных малышей стали обычные жители города. Желания ребята загадывали самые разные. Большинство мечтают об игрушках и вещах, которые помогут им скрасить время в онкоцентре и отвлечься от болезни. Я хотела себе 3D-ручку. Поскольку я очень люблю рисовать, но я освоила уже рисование на бумаге, рисование на графическом траншете, мне захотелось чего-то новенького. Честно сказать, я хотела лишь только ручки, но мне тут еще в Мороз дали кучу всего, и я не знаю, для чего это все будет. Я узнаю, и это поможет мне больше. Тяжелое заболевание обнаружили у Лизы в мае. С этого момента она пациентка онкоцентра. Но, слава Богу, лечение проходит, динамика положительная. Надеемся, скоро, ну, конечно, выздоровеем не совсем скоро, у нас 2 года еще поддержки, но сейчас уже как бы состояние более-менее активное, позитивное. Так что болезнь уходит вспять. Надеюсь, больше мы ее не увидим. Мы живем в сегодняшнем днем, но все равно думаем и о будущем. И если исполняется то, что ты желаешь, это, конечно, великое чудо. Слава Богу, что есть такие праздники, есть такие Дед Морозы, есть такие фонды. Спасибо огромное. Это, конечно, большая радость детям, но это свои роды. Любая радость, позитив – это здоровье. Самое главное. В этом году вы исполнили 929 желаний воспитанников приютов, детских домов и пациентов онкоцентра. 19 желаний остались неисполненными, но средств, перечисленных пермиками, хватило, чтобы купить эти подарки ребятам. Вручать их волонтеры фонда будут детям лично. И сейчас вновь требуется наша с вами помощь – транспорт, артисты, аниматоры, фотографы и кулинары, чтобы создать воспитанникам приютов настоящую новогоднюю домашнюю атмосферу. Всю подробную информацию можно получить, позвонив по телефону горячей линии 270 08 70. Большое детское спасибо от Деды Мороза и Снегурочки. Вы – настоящие. Чудеса в вас верят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин